С самого утра в центр международной торговли на Краснопресненской набережной подходят журналисты. Чтобы попасть в пресс-центр, надо пройти строгий досмотр. С собой нельзя проносить ни еду, ни напитки. В холле корреспонденты готовят самые разные предметы для того, чтобы президент их заметил. Например, представитель информагентства из Югры принес бубен и облачился в национальную одежду. Для чего? Чтобы вас заметил, да, президент? Конечно. Конечно, конечно. Как это будет? Ну, как думаете, заметит вас, Владимир? Я думаю, заметит. Вы же заметили. Забегая вперед, скажу, что президент не заметил ни обычного корреспондента, как и большинство других. Не помогли ни флаги, ни плакаты. Это очень маловероятно, но будем всячески стараться. Я не знаю, если все будут держать выше, я обязательно где-нибудь пролезу и все-таки постараюсь, чтобы он увидел эту табличку. Здесь в конгресс-холле можно купить официальную продукцию администрации президента. Вот различные сувениры, часы вот здесь есть, я смотрю, галстуки. И вот такой вот шикарнейший колокольчик. Впрочем, цены кусаются. Тот же колокольчик, покрытый золотом, стоит 17 тысяч рублей. Так что у этого прилавка людей немного. Большинство до начала пресс-конференции расположились на втором этаже. Здесь в пресс-центре оборудовано специальное место для так называемых стендапов. Вот как оно выглядит, все специально подсвечено, чтобы корреспонденты выходили в прямой эфир для своих телезрителей. На пресс-конференцию пришли и известные медийные персоны, например, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и ведущий России Сергей Брилев. Приехало и много иностранных журналистов. В пресс-центре, вот уже непосредственно рядом с тем местом, где будет пресс-конференция Владимира Путина, можно получить вот такой вот прибор. Он создан для того, чтобы понимать речь президента. Переводчики будут переводить его слова на английский, французский и немецкий языки. Перед входом в основной зал еще одна проверка аккредитационных удостоверений. Из-за этого скопилась очередь. А уже попав в зал, многие журналисты превращаются в туристов, фотографируя на телефоны все подряд. Ну уже совсем скоро, через буквально несколько минут сюда выйдет президент страны Владимир Путин. Вот за этот стол он сядет и начнет пресс-конференцию. Пока же здесь, конечно же, журналисты ходят, знакомятся с залом, ищут свои места и делают селфи на фоне вот того самого задника, декорации, которая будет во время пресс-конференции. И вот в 12 часов 5 минут в зале появился глава государства. Владимир Путин на этот раз не стал говорить предваряющую речь, а сразу попросил задавать вопросы. Первому микрофон дали корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Гамову. Он спросил о состоянии экономики. И уже после пресс-конференции рассказал, что он был на всех 11 таких встречах и в этот раз чувствует позитивные ноты. Вроде все было, но мне кажется, самое важное, что мы в это сложное время, это оптимизм. Вот у Путина масса проблем, да, в международной сфере, внутри страны, Сирии, то-сё, а вот у него оптимизм. Три часа десять минут столько же, как и в 2014 году. Журналисты пытались привлечь внимание президента самыми разными способами – плакатами, флагами, рисунками. Но свои вопросы задали всего 32 человека из почти 1400. Кто-то устал, кто-то отметил самое важное в словах Владимира Путина. Когда пресс-конференция закончилась, корреспонденты стали делиться своими впечатлениями и давать друг другу интервью. Главное ощущение – это боль, потому что затекло всё – плечи, руки, спина. И, конечно, обида, потому что не получилось задать вопрос. В этот раз он был суховат и боли был краток и особо не шутил. Поэтому вот эта пресс-конференция ещё отличается тем, что он резко начал, резко закончил. Вот он сам те традиции больших пресс-конференций, которые создал сегодня, вот он разрушал эти мифы и не стремился особо рекорды ставить. Самое большое впечатление для меня, самый большой плюс – то, что я узнал из уст главы государства, что вот пик кризиса мы всё-таки преодолели. Это гора с плеч. Мы тоже дали интервью телеканалу из Иркутска и информагентству из Екатеринбурга о свои вопросы про поддержку края и про универсиаду прибережём до следующего года. Покидая центр международной торговли, многие уже продумывали стратегию. Как быть замеченным Владимиром Путиным в следующем году во время 12-й пресс-конференции? Андрей Стердым, Алексей Гусев, Новости.